Так, теперь про побелку. Это тоже, это я копирую. Очень хороший семинар, большое спасибо. Больше никогда не буду белить. И у меня сразу раз инстинкт срабатывает, у меня на каждый случай заготовлены. Итак, значит, вот если, я уверен, надеюсь, что вот этот человек, который проводил у меня съемку, что он не смотрит эти вебинары, обидится и больше не приедет. Итак, это областной центр, не буду называть какой, и далеко за пределами Краснодарского края. Вот, ну вот он снял несколько фильмов. Он меня здорово раскрутил, спасибо ему. Но дело в том, что я хочу быть объективным. Я не назвал ни канал, я не назвал ни фамилию, имя, отчество этого человека. Очень толково, талантливого журналиста. Ну, журналисты не журналисты. Им надо торговать. И вот он держит в руках вот эту вот, он сам лично. А вы помните этот живицу, а? Давайте вспоминать, как она расходится по стране. Вспоминаем предыдущий вебинар. На одном я показал вам. Нуждаются деревья в летней обрезке и дальше купите живицу. То есть, в рай, летом искалечьте, она же до осени-то уже не зажгут рано. Давайте живицу. Потом ранняя осенняя обрезка. Живица. Вспоминайте, я целое перефотографировал рекламу из журналов. Поздняя осенняя живица. Зимняя обрезка. Не дай вас Боже при слове произнести. Зимняя обрезка. Вы должны вскочить в ужасе и идти за валидолом. При слове зимняя обрезка. А он опять, а то есть журнал опять. Наконец, опять, значит, живица. Видите? Вот. И к чему я говорю? Я специально долго говорю. Нудно. А вдруг он, наоборот, не выключится, а интересен станет. И как же он ее применил? Вот. Настолько бездарно. Вот. Может сказать ужас. Но я тогда взял что? Я беру и останавливаю видеофильм. Вот. Опять его рука. И вот он, значит, говорит. Это. Это очень важно. Ребята, вы с этого момента перестанете воевать с деревьями еще в одном направлении. Одно из важнейших. Потому что садовый мир сошел с ума. Осталось я и вы, элита. Вот. Я все время добавляю новые фотографии, новые факты. Не толдычу, чтобы 15 лет назад. Хотя я уже сколько раз говорил, шоссовать корни, обрубленные в дерьмо коровью, это шоссовать кровоточащие руки человека туда же. Чтобы маленько уже где-то в голове оставалось. Вот. Ну, в фильме рассказываю как бы ужастики. И вот он называет вот это. Вот. Хороший человек, толковый. Но не садовод. Извини, мужик. Но ты не садовод. Хоть ты, может, и не приедешь ко мне больше, обидишься, если вдруг кто-то тебя узнает. Вот. А, тут от перчатков пальцев нет. В перчатках. Может, не узнает, а. Может, еще приедет на персики. Как приезжал. И вот, значит, смотрите. Вот это вот он назвал солнечные ожоги. Ребята, это не солнечные ожоги. Сейчас вы мне поверите. Проверите. И вы первые узнаете, что это не солнечные ожоги. И он сейчас портит дерево. Не залечивает вот эту живицу. И он уже получил за рекламу деньги. Вы думаете, он просто так и держит? Он там призывает покупать живицу. В ролике. Вот. Дальше. Он не просто. Вы помните, я рассказывал вам про клеилов? Это липкая смола, которой обмазывали деревья. И когда-то я больше рассказывал. Еще расскажу. На моих глазах сосед и еще два соседа уничтожили, в том числе, мои, не меньше сорока плодовых деревьев. Молодых, плодосящих. Это был крах. Вот. Ну, здесь, конечно, это же живица, да? Она тоже портит кору. Как? Она такая же смола. Через нее не проходит воздух. Она закупорила поры. Под ним кора начнет гнить. Но еще не смертельно. Это клеилов там сто процентов смертельно. Сто. О! А здесь-то нет. Здесь дерево будет болеть. Возможно, погибнет. Ну, добавит к нему шансов погибнуть. Или болеть. Вы знаете, что такое больное дерево? Вот. Я всегда удивляюсь. Если мы видим, я вчера опять смотрел, как этих буйволов гонял волк. Вот. Одинокий волк гонял буйволов натуральных, здоровенных. Они от него убегали. Нет, буйволов. Сомкнули рога и растоптали его. Ну, так не... А главное, что? Он долго гонял... А их там несколько сотен было. Он долго гонял, 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 гонял. Пока каждого... Вот он самый слабый. И самого слабого ты и сожрал. Так вот, все насекомое, то, что мы называем вредные насекомые, вредители. Хотя они для меня не вредители, если им не помогать размножаться, как учат. Поверите, сжигать траву считается помочь это, спасти дерево. Хуже еще. Но это ладно. Опять как сюда отвлекся. Главное, я хочу, чтобы вы поняли это. Что так же деревья выбирают. Ну, теперь-то вы уже знали. На природе самым там этим... Может, больной, не больной. Самым больным там, боеваленком. Он его завалил, сожрал. И здесь тоже самое наваривается на больные деревья. И вот он сейчас ради прокорма, ради рекламы... Вот он, конечно, не учит, как эти самые учили там в другом месте. Уничтожать деревья. А потом, то есть, калечить, потом живицу использовать. Это еще так терпимо, но все равно плохо. Это не все. Я теперь должен показать следующее. Это через минуту показывают уже, как белит. А помните, я говорил, что та безопасная почти огошенная известь, просто известь, которая дождями смывается, не успевает искалеться дерева, ее давно заменили на А. И я когда прочитал по белка-покраска, вот слово краска для меня, как красная тряпка для бука. Красит деревья, дичь. И вот сейчас он берет красит. Почему? Потому что вы же не пойдете ее гасите, как я когда-то с дуром, может, первый-вторый год делал, начитавшись в пресс-это хозяйство. Вот. Вы же не пойдете, вы ее купите. Вот вам подсовывается результат. Вы представляете, что под этой корой творится? Ужас творится. И вот когда дамы это... А еще, доказательство, не все. Никогда не буду беречь солныя. Элита прибавилась на одного человека. Но это не все. Где-то, повторюсь, не помню, у меня есть синтеновая, где-то есть, которая... Вот это слева в моем саду. Вы думаете, это ожоги? Солнечные. Вы думаете, это морозовое? Нет, друзья. Змея, это просто росло дерево. Ему стало тесно. Змея и так шкуру меняет, потому что она вырастает. А здесь то же самое. Но она не может вылезти дерево. Оно к дереву, к земле пришпилено. Она не может вылезти из этой шкуры. Шкура начинает лопаться, трескаться. Ей не хватает размера. И вот это вот, что вы видите, абсолютно здоровая новая шкура лезет. Не верите? Пожалуйста. Вот это, 20-летний абрикос в моем саду. Его бы еще раньше потребовали бы, когда раны были поменьше. Это не раны, я даже оговорился уже. Вот. Когда оно было... Начало трескаться, я уже должен был вот так вот делать. И дерева у меня уже бы не было. Оно было моложе, хора была нежнее. Нет, пришла пора. Вот это я показывал в фильмах. Я беру, прям отламываю, но аккуратно. Показать, что она как шелуха слазит, и все. Вы скажете... Ну, так, тем более, что, извините, это Сибирь. Конечно, она должна была потрескаться, но дерево, подчеркиваю, которое не я не лечу, и это... Дерево, которое я не лечу... Что, Димаша? Можно я сам омлет сварю? Сам омлет? Ну, иди посмотрим. Только потом покажешь, что получилось. Ладно. У меня перерыв будет. Так, растет ребенок. Теперь, значит, получается так. Вот. Я его не трогаю. Вот я не стал возвращаться. Неудобно же. Помните фотографии, где 500 или 1000 костик из грызок под ним лежит? Это под ним. Вот. И я тогда показываю вам свои рекорды. Я не раз прикалываюсь, да? Вот. Сергей все так же. Хотя, что будем делать? Люди увидят вот это вот. А это, мое маточное дерево, самое первое. Было еще раньше, но соседи калитку забили. Было еще годом раньше у меня. Это почти маточное. Это знаменитая бельгийская лесная красавица, груша. Это супер груша. Это плодыка на молодом дереве. Вот. До 300 грамм. Это вкус невероятный. Это еще лежит прилично. Вот. Не сразу портится, начинает. И вот она дошла до этой жизни. И вы сказали. И он мне говорит. Ну, нельзя. Люди подумают, что мы халтурщики. А вот этой халтуре пошло где-то примерно 22-23 года. Этой халтуре. Якобы. И вот это абсолютно живая ветка. И вот эти черенки. Вот они, смотрите. Живые. 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 Шайбу. Ладно. Про шайбу мы не будем. Шайбу, шайбу. В общем, вот это все живое. Кстати, вот видите, вот эта почечка. Да, она такая треугольная форма. Мне вопрос задавали. Она расставая или нет? Расставая, можно плевать. Это нормально. Они чем ближе к основанию, тем в такую форму прибыли. Тоже вначале пугался или думал цветочное? Не, нормально. Вы поняли, о чем я говорю? Отвлекся. Итак, это дерево, которое избито так, чем оно живо. Конечно, и он его уберет, потому что, ну не поймут обыватели. Скажут, у вас сад такое избитый, уродливый, а вы еще саренцами торгуете. А им плевать, что ему четверть века скоро исполнится. Четверть века для груши из Бельгии. Представляете? Вот. И только потому она жива. Только потому, что вот это вот, вот это вот я не делал никогда. Вот. Попробовал бы, а там еще же, сколько я вам покажу еще. А скребками как работают над этой же. Вот что-то шелушится. Эти идиоты, я уже слов не подбираю. Вроде бы я не хотел, грубые слова там. Вот видите, шелушится. Эти идиоты заставляют, сами берут скребок. Ну, когда-нибудь, ну, может быть, назовем его. А, типа шпателя. Вот. И начинается скребать кору. Не ожидая, когда она сама отвалится, когда какая-то. И еще ближе конец. Чуть и не сразу. Вот. А потом вот эту уже кору изувеченную. Хоть с того, когда шпатерем еще. Тут же не все уже я показал, да? Я не хотел так долго говорить. Просто я хотел, чтобы закончится этот фильм. То есть этот. Наверное, через... Ну, это сами новаты. Вы мне вопросы задали. Вот сказала дама, что не буду берить. Я должен доказать, что я прав, что нельзя берить. И вот получается окончание моего разговора. Вот тут, смотрите. Это абсолютно живая кора, которая выдерживает. Раз я не подходил ни шпателем, ни с ножом, не вырезал, не травил. Не травил, ни, как учила наша незабвенная Лариса Андреевна, дерьмом королевым. Разве я ничего это не делал, да? Вот интересно, вот я сейчас, как-то не к ночи будет вспомнита она. Она опять там еще нашел за 2002 или 2012 год еще ее советы. По ежегодной обрезке тех же абрикосов, которые без этой обрезки жить якобы не мог. Я вообще дурею. Лариса Андреевна, ну вы сказали, что не будете смотреть. Ну откуда вы узнаете, что вот это вот не надо мазать дерьмом? Вот, что я раз хотите иметь абрикосы? Ну как? Вот. А ваши-то, ну вы это воротите, ну и другие воротят. А сады-то когда-то должны быть? Ну хоть тихушку-то так включайте где-то. Набрали железо в интернете. Садовод железо. Ну нельзя ж так. И вот я вам последнее доказание. А, я выбирал рекордсмена. Вот один рекордсмен. Живу через дикое. А вот это вот 25 лет назад. Мне по 20, сейчас скажу, то есть 90-й год. 28 лет назад мне прислал и это дерево до сих пор. Поверьте, что оно живо. Это привитое на китайку. Это привитое на китайку черносливо, роскошься. Фотографии уже не стал показывать. Потому что старые, вы же их видели. Сейчас она одну-две плода дает, а когда-то давала горстями. И вот, значит, это называется черносливостская красавица. Когда я запомнил письмо, Валерий Костянович, а он же Чернышов, он же, вот и сам. Он со мной подошел, сказал, на пенсию вышел. Зам. директора бывшей Саратовской зональной станции сановодства. Вот, лесо официальное, ученый, тире, как он называется, ученый, ну, забыл. Ладно, так вот, а ученый-агроном, или агроном-ученый, тире, тире, тире. И вот он мне, когда его приполучите от меня, водку красавицу, соседей вас не будет. Они все умрут от зависти. И действительно, а дерево, последнее из трех, до сих пор живо. И Серега его тоже будет убирать. Вот, вот так вот. А так как мы не институт, и у нас нет бюджета, и никто не собирается нас кормить, вот, на один сорт будет меньше. А еще сейчас с него можно веточку срезать. Вот, я еще думаю, хватит для меня здоровья. А вот это вот доказательство. Когда вы, журналист, вот это делали, вот это вот, вот это, вот это вот, и вот это вот, вот. Вам надо было, не только вам, вас учили другие. Вы только лишь рекламировали то, чего не нужно, дерево. Вы должны были пойти в лес и увидеть вот это. Ну что, есть разница? А сосна, эндеминг, никто ее сюда не завозил за тысячу километров на север, в дичайшие условия, никто не пересаживал калечий корень. Она выросла себе, выросла. Пришла пора, и кора начала трескаться. И вот то, что вы видите вот здесь, в щелях вот этого, друзья, вот, а этого не видят авторы. Тысяч публикаций, они друг друга переписывают, как говорились. Представляете, вот сейчас бы, миллионы сосен, да, только, миллионы, только этот, Сенский Бор. Миллионы, уже миллионы, да. Вот, и мы ходим, накупили живицы, и вот, ой, караулки, начинаем замазывать. Ну, типа, в лакерское движение. Давай замазывать, замазывать. А вот этот снимок еще более убойный, смотрите. Сейчас, вот этот вот, вот, видите? Здесь вообще отворила старая кора. А его хоть бы хны, это сосна. И она умирать не собирается, и не будет умирать. Вот она, новая, свежая. Придет время, и она потрескается, и снова вылезет, следующее поколение коры. Вот этого никто не знает и не понимает. А вы, элита, я надеюсь, теперь, я вас почему элитой назвал еще? Я надеюсь, что это самое. Вы сейчас после этого длинного спича не будете отключать компьютеры. А сейчас, вот, просто, практически нормальные советы. Ну, нормальные, сильно-то не получается. Так, прошел ровно час, трехминутный перерыв. У меня же горло заболело. Надо потише говорить и помедленнее. А я, кажется, опять, как тот, который наворвали запчастей рабочие, в каком-то анекдот советский. На этом, на заводе по производству, там, стиральных машин или там еще чего-то. Наворовали, пришли до мной, собрали, а оказался автомат Клашников. Вот я так же. Каждый раз, как я говорю, ну, надо перестроиться. Опять как понесло меня. Потом кто-то должен будет, когда будет команда самому верху, Середка не поймет самому верху. Грохнуть кулаком. Срочно все это изложить в виде учебника. Все, что Рейзер говорит. С ума посходили. Все эти, считается, аморально старые учебники, старые эти журналы, старые газеты. Нет, почему? Туалет на гвоздике. У нас же это, что вы думаете, унитазов много в стране. У нас пол-России до сих пор ходят на улицу в туалет. Так, ну что, время истекло. Перерыв. Значит, дальше рутина. Рутина, рутина. Так, кто-то вводит вот такое грустное письмо. Сейчас найду, я его не найду. Вообще-то оно должно было быть чуть раньше, но почему-то я его не вижу. Вот. Нет, это уже следующее. Я мог пропустить, пока про автомат Калашникова рассказывал. Вот. А в этом письме весь смысл. А, вот оно. Я просто промелькнул. Так, друзья мои. Дальше очень грустная тема, но полезная. Она касается не только тех, кто будет выращивать тоннами яблоки, но и даже касается тех, кто имеет три яблоньки и мечта иметь это, чтобы хоть одна плодоносила. Итак, вот очередное письмо. Сорта яблонь для закладки промышлых садов на Урале. Ну, начнем с того, что Урал есть южный, есть средний и северный. Вот. Самая средняя, самая северная граница, это, скорее всего, по Свердловской области идет. Юг, это для меня Магнитогорск. Так, что там южнее, я уже и сам не знаю. То ли степи, то ли что-то есть. Но дело не в этом. Я вынужден заявить официально. Вот. И надеюсь, меня послушали бы даже ученые. Вот. Те, кто меня послал, я имею в виду министерство сельского хозяйства. Начиная от Урала, кончая Сахалином, вот все это пространство, и включая сюда еще, в эту зону еще входит и Казахстан, здесь промышленные сады закладывать нельзя. Все. Приехали. Для этого есть несколько причин. Я вам, Наталья, не советую, не то что сорта яблони, хотя я мог бы посоветовать, есть прекрасная, морзостойкая, урожайная, да, вы сами видели, еще увидите в моих вебинарах. То, что, ну, ладно, увидим чуть позже. Вот. Я бы не советую, то есть, чуть бы раньше, да, чуть бы раньше. О, пипин шафранный, чудо, морозостойкость дикая, северный сенап, урожай смертельное для дерева, то есть, дерево рушится под урожаями, представляете, смертельное для этого, для дерева, такие урожаи дает северный сенап. Вот, и пипин. А эти, современные сорта, более современные. Это чудо, когда вырастают мощные деревья, жигулевские, вот, канадская меба уже стала сибиряком. Много чего еще тут, вот, нельзя выращивать. Давайте по порядку. Эту работу мы провели, казалось бы, можно. Вот, ну, к сожалению, девы видели, чтобы вот так кто-то делал, да. Это оприскивание медным купоросом. Это просто профилактика. Не хочется перейти в разряд халтурщиков. Кстати, пятнышко на месте, не болтун, как видите. Вот. А вот это вот обеззараживание, каждый раз, когда делается прививка, обеззараживание инструмента. Это так оно должно быть. Ну, дело вот в чем. Я вам приведу пару примеров. Пусть они покажутся. Раз уж Антон Валерьевич советовал не торопиться. Смотрите. В советское время. Вот. Бывший промышленный сад. В деревне бывший, я специально подчеркиваю. Я там был, я искал по двое грушевые, мне тогда искал по двое грушевые, а там росло аж четыре груши, правда, несъедобных. Но там был иронеточный яблоневый сад. Он затечал капитально. А я еще искал землю. Еще до того, как Ельцин разрешил. Разрешил в 90-м году. Я дорвался до председателя колхоза. Он мне, например, привел к Альцинский сад. Говорит, ничего поделать не можем. Это наша беда. Он через год берет и дает урожай. А мы ничего поделать не можем, потому что все растаскивается бесполезно. Сторожей ставили, сторожа воруют. Все. Вот. Бесполезно. А когда я последний раз еще 10 лет спустя был, он был уже полностью дикий. Все. У меня есть фотографии. Закрыт огромными тополями. Но зимой тополя эти пронизует ветер. Вот. Это один пример. Второй пример. Ронеточный сад. Деревня Саянская. Тоже через год дикая, сумасшедшая. Я все наблюдал. То за грибами, то с ружьем мимо. Вот. Один раз яблочко одно поднял. Полукультурка, ронетка. Вкуснейшее. Урожай смертельный. Потому что аж ветки сломает. Вот. И стоит посреди сада. Этот. Милицейская машина с матюгальником. И орет. Не подходить. Не подходить. Не подходить. Орет. И орет. И орет. Мы обходим. Вот. Проходит месяц. Машины матюгальником. Там нет. Все эти самые. А деревни далековато. Киетово, наверное, шесть. Вот. И лежит ковром пологнилые ронетки. И никто их так и не собрал. Вот. Это второй пример. Бея. Сейчас поймете, какая действительность. Я же еще не сказал про мой сад. Сейчас доберемся домой. Бея. Мы сюда приехали пускать завод в 1984 году. Большинство нас. Вот оно объявление. Откуда у нас овощи, фрукты? Давали участки земли. Мы сами садили картошку прям в голой степи. Расчерчивали квадраты. Заводчанам давали. Даже не в аренду, а просто. Посадил, выкопал, забыл. И вот объявление. Я ни разу так не съездил. Ну, надо было тогда свою машину иметь. Бея 40 километров от нас. Промышленный сад. Объявление. Собирайте 5 ведер, там, фруктов, 6 ведро ваше, 5 ведер казнуш, колхоза, 6 ведро ваше. Вот. А потом наступила перестройка. И 6 человек, включая одного из моих друзей, он потом устроился на завод. И узнал, что я взял землю. Он пришел ко мне. Константинович говорит, а я специально долго говорю, вы поймете, это наболело у него потом у меня. Хочешь, говорит, на колени встану. Откажись от этого. Тут просто брось вот все. Вот землю уже дали, уже оформили. Вот брось вот. Все. И рассказывает, как они эти шестером спасали от несунов. Невозможно. Как перестройка наступила, нищета полная, и пошел народ воровать. Все, что можно. Все. И вот они бросили этот сад. И он тоже задичал. А ведь он был настоящий промышленный. Но я все-таки сад вырастил. Вот. А потом я вижу, у меня здоровья не хватает. Сдал в аренду. И сам еще, а уже это самое, все-таки переживал. Хожу с ружьем там, рядом. Тайга. Зайду, посмотрю. И надо же зашел. И никого нет. И моих этих арендаторов нет. Два мотоцикла, четверо ребят, молодых явно, остановились. Увидели меня, а я с ружьем. Я специально встал на высокую горку. Заглушили двигатели, и минут пять мы сверлили другого глазами. Минут пять. Потом слышу громко один другому. Ну, у него ружье. Затрахтели и уехали. Через неделю арендаторы спали дома. Вот. Сгорел сад полностью. С постройками. С многим... Ну, знаете, сколько вещей полезных в этих же сараях. Все. Мы же и до этого и курей держали, и бочков. Вот. Спрашивался сельского сторожа. Моциклисты приезжали. 2005 год. В 2008-м, когда я снова уже часть сада восстановил. Ну, а что там? Берешь, быстро-быстро вылезли эти подвое. Махом это, и полезли подвое. Вот в 2008-м опять дожгли. Все. Кому дорогу перешел, до сих пор не знаю. Самый безобидный человек на свете. Но этот безобидный человек на заводе за свою деятельность в охране труда несколько тысяч приказов издал за подписью директора о наказании, об увольнении. За нарушение. Работа такая была. Видимо, оттуда укнулась. Вот, попробуйте его сохранить. Раз. Второе. Пожарная безопасность. Да, противопожарная вокруг была сделана этими арендаторами. И мне просто не хотелось больше тратить время на это. Ждал в аренду. Их ждала большая выгода. Урожай ожидался сумасшедший. Вот. Молодой сад. Да еще по моей технологии выращено. Я потом расскажу кое-какие моменты про эту технологию. Даже удивитесь. Сразу. Я же изобретатель. Я снорильский изобретатель. И почетных званий много. И орден дали за это. И вот я написал. В договоре было. Обеспечить безопасность. И сад сгорел. То есть, если и так-то, конечно. Все, если противопожарные эти. Но если специально поджигать, то ничего не спасет. Вот. Вот это страшная вещь. А еще расскажу, что был случай, о котором почему-то не знает наша страна. Об этом меркам сообщили. Было 7 или 8 сгоревших заживо. Возле Минусинска сгорел дачный массив. С живыми трупами, с домами. Вот. Когда это в другом месте. Там могут и дома построить. И хоть миллион или два денег дать погорельцам. А здесь тихушку все было. Вот. Я-то знаю в связи. Обращались ко мне. И до пожара. Саженца надо. И после пожара. Вспоминали горькую судьбу. И сгоревших людей. Дом горит. Забежал спасти. Своё жалкое имущество. А выйти уже не может. Тут мужчина. Там женщина. Вот. Ну естественно. Горело как? Скорость была. Как сообщала местная. Местная печать сообщала. Скорость курерского поезда. Ну уж. Ураганный ветер. И горело. Ну то есть. Спастись невозможно. Кто успел выскочил. На секунду задержался. Горит вместе с домом. Вот так горело. А ещё у людей как оно положено. Сухая трава и всё прочее. И вот мы вступаем с вами. Вот такое противоречие. Уважаемая Наталья. Вот такое противоречие. Извините за нудный рассказ. Я не умею по другому. Такое противоречие. Противопожарная. Так. Ох ты. Долго ли листать придётся. Так. Вспоминаем прошлый вебинар. Там промышленные сады были. Одни полностью распаханы. Там пожара быть не может. Другие полосы с полосами. Только почему-то здорово наоборот. Из-за того, чтобы пропахать междуряди. Пропаханы там, где корни. А междуряди наоборот. Виде газона. Ну. Что делать? Иностранцы. Что с них взять? Вот. А целиком, если вообще не пахать? Невозможно. Значит, уже трактор нужен. Навесное оборудование нужно. А потом пошла солярка и прочие радости жизни. Тоже нужно оказывается. И так просто. И я всё-таки говорю. Моё будущее направление. То есть, да, не будущее. Вот я сейчас учу только одному. Дача эффективная. Чтобы вас нам мог 10, 20, 30 деревьев накормить полностью. Ваших соседей. И как я ещё. Ещё когда мне дача была, я уже высылал чуть ли не на Украину. Тогда можно было эти самые. Ну, с недоспелыми яблонями и грушами. Вот. Вот это. А потом расширяться надо не так. Это отдельный разговор. Это когда питомник вроде моего, я называю. Помните, кочующим. Лучше остаются навсегда. А эти или продаются, или раздаются соседям, которые сделают, загущают. Или переносятся, и участок расширяется постепенно. Земля захватывается под сад. 20 соток, 50 соток, потом 70 соток, гектар. Вот это ещё куда не шло. С развитием. Но когда всё это самое, я вам рассказывал, посмотрите. Это всё не шутки. Я вот не думал, что я этот, ещё один промышленный сад, практически не состоявшийся, это Абаза. И на моём сайте найдёте статью, называется «Абаза. Шаг вперёд, два назад». И я там подробно рассказал. С подачи самого, он уже на том свете, к сожалению, вот, умер от рака хозяин. Он сказал, позорьте меня, научите тысячи людей, чтобы не повторять. Это тысячи закупленных саженцев из питомников, которые одним словом я могу обозначить. Дерьмо. И они есть там, и на фотографиях, и в моих фильмах есть. Вот, дерьмо. Вот. И они искалечены с помощью всевозможных прибамбасов. Вот. Ну, в общем, понятно. Это ещё один сад несостоявшийся. Вот. И почти всё я рассказал. Вы понимаете, что это такая головная боль. Если расширяться, то постепенно. А так, в засаде 10-20 гектар, где вы возьмёте столько всего. И, наконец, последнее, рассказываю эту притчу о упоминаемом дном царства его небесного, о Чернышове. Так. Я вот картинку сменю, чтобы скучно не было. Вот. Ну, вот тут глаз отдыхает. Сейчас покажу. Это уже пропускаю, чтобы вам это настроение не портить. К этому вернусь. Это очень полезные советы. А, вот. Вот дерево, которому не прикасалось это самое. К примеру. К которому не прикасалось секатор. И, конечно, это страшный сон садистов у тех, кто вот эти книги сочиняет. И я хотел последнее рассказать. И, кажется, пока шёл уже очень важный момент. А, про Чернышова. Про Чернышова. Да. Значит, Чернышов, он ещё и был, кроме того, что грамотнейший мужик. Единственный из учёных, который по-настоящему со мной дружил. И у меня даже в книге есть советы Чернышова. Я их сейчас собрал. С разных писем, с любовью. И не со всеми согласен, но это был мой долг перед покойным другом. И вот он, значит. Однажды он изобрёл что-то такое. Ежа малину, малежа ежину. Что-то скрестил, получил и опубликовал при советном хозяйстве. И у него сразу появилась заказа. Это, конечно, я рассказываю вам. Любой из вас может стать питомниководом. Полезный совет. Он мне пригодился когда-то. Пригодился. Вот он. А тогда печатали. И там под каждым этим было ещё. Аббед готов? Готов обед? А вдруг отравится? Нет, вдруг они дожарены. Сейчас, секундочку, друзья. Давай ещё полминутки подожду. Ну давай, я сейчас приду. Так вот, договорю эту мыслю. Ну, значит, издуру, он сам так считается, рано попубликовал при советном хозяйстве. А там его, кроме фамилии, ещё и адрес. Он получил несколько, вот как я понял, десятков тысяч заявок. В то время мир сошёл с ума. Только давали дачи. Садовый мир сошёл с ума. А у него-то было несколько акустиков. И вот он мне пишет. Я начал лихорадочно размножать. Ну, вы знаете, кустарники размножать, если захотеть, очень просто даже. Размножал, я не знаю, как он размножал. Может, семенами, может, отводкой, может, укоренял это. Или, как вот я сейчас делаю, только что я ни у кого не учился, сам придумал. Вместо здоровенного теплицы, там, с тысячами воткнутых палочек. У меня под каждой палочкой, сами помните, палочка сверху, бутылка, притянение, и поливаю, чтобы это не высохли. Чтобы корни образовались. Через месяц саженец готов. И вот когда он сделал их огромное количество, заказчики как воду канули. То есть, он давай, всё готово, покупайте. Теперь он оказался с посадочным материалом через 2-3 года. Но без заказчиков оказался. Вот так. Вот такую горькую историю мне рассказал. А смог бы стать миллионером. И вы можете стать миллионером. Вот. Ну, в общем, посмотрели мы сюда. Посмотрели мы сюда. Вот. Кому не понравился мой сад, я не знаю. Поехали наời. Продолжение следует...